Приветствую вас, братья и сестры, друзья! Друзья, когда сегодня слушаешь или читаешь современных критиков, а то и богословов о церкви или каких-то околоцерковных организаций видишь, а иногда и понимаешь, что для большинства таких людей, в том числе и религиозных, религия – это набор правил. Некоторые эти правила хвалят, некоторые ругают, критикуют, но те и другие сходятся на том, что это именно набор правил. При этом мы часто дружно забываем, что кроме правил в религии есть еще священные тексты, в которых эти правила прописаны. К сожалению, и ими сегодня прикрываются или искусно манипулируют на злобу дня. Правила и тексты действительно в христианстве есть. Но центр христианства не здесь. Христианство – это присутствие. Впереди праздник Рождества Христова. И мы в праздник Рождества не празднуем не неспослание закона и не дарование священных текстов. Мы празднуем явление Бога, который пришел и поселился среди нас навсегда. Как говорит евангелист Иоанн Богослов, сразу же в первой главе своего благовестия. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Греческий глагол, переведенный в синодальном переводе как «обитало», имеет грамматическую формулу, скорее обозначающую «поселилась» и «продолжает обитать». Бог воспринял на Себя человеческую природу, стал одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Когда Христос вознесся к Отцу, Он не развоплотился, а десную Отца на небесах пребывает прославленный человек. «Более того, этот человек пребывает среди своих верных здесь, на земле, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И вот, в другом месте, Я с вами все дни до скончания века, то есть до конца века. В современном языке слово «царство небесное» превратилось просто в некий синоним по смерти, загробного мира. «Царство ему небесное» обычно говорим мы о ком-то, кто недавно умер. Но в Священном Писании речь идет о другом, о реальности владычества Христа, которое своей полноте явится в будущем, но уже присутствует в нашем мире. Среди нас уже живут подданные царства. Более того, всякий человек может принять это подданство. Наступит момент, когда наш истинный Царь Иисус Христос вернется во славе и, как говорит Библия, увидит его всякое око. Но уже сейчас он присутствует среди своих верных. Христианство – это не набор правил. Христианство – это присутствие. Именно поэтому его нельзя скрестить с другими религиями, как люди часто предлагают. Скрещивать можно наборы правил, но нельзя скрестить присутствие с отсутствием. Присутствие с отсутствием «я», этого «я», воплотившегося Божества. Как можно стать подданным его царства? Христос, что бы там ни писали некоторые популярные авторы, и в прошлой передаче мы об этом говорили, «Христос не основал династии, не создал государства, не написал книги?» Что же он оставил нам? Как мы можем войти в общение с ним, стать своими ему? Он сам об этом говорит. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он оставил церковь. Общину верных, которая хранит и возвещает его слово, совершает установанные им таинства и помогает своим членам идти по пути спасения. Само имя Иисуса Христа известно нам потому, что все эти две тысячи лет церковь провозглашала его. Само Евангелие дошло до нас потому, что его благоговейно сохраняла и проповедовала церковь. Даже те люди, которые восстают против церкви, желая предложить нам какое-то свое послание от имени Христа, даже такие люди вынуждены брать за основу своих построений все то же Евангелие, взятое у все той же церкви. «Врата ада не одолеют ее», – говорит Христос, подразумевая, что они будут очень стараться это сделать. Церковь в определенном смысле называется воинствующей. Она провозглашает истинного царя в мире, охваченного мятежом, в мире, где те или иные ложные цари претендуют на абсолютную преданность. Много раз церковь пытались уничтожить чисто физически. Первые действия предпринимали еще римские императоры. Последние имели место в нашем недавнем прошлом. Недалеком прошлом, относительно недавно. Это мы наблюдаем и ныне. Только сегодняшнее время еще опаснее. Оно опаснее для церкви тем, что мы наблюдаем попытки подменить послание, которое она проповедует, чем-то другим, заменить благую весть Христа какой-то другой вестью. Может быть, с тем же названием, может быть, рассказанную почти теми же словами, но другую. Вот такие попытки в истории церкви получили название ересей. Поэтому так важно единство. Единство и преемственность веры. Ведь церковь по всему лицу земли со времен апостольских непрерывно проповедует одну и ту же истину, одну и ту же веру, выраженную во множестве свидетельств от текстов, вошедших в Новый Завет до современных катехизисов и приводит людей к вере в одного и того же Иисуса Христа, о котором свидетельствовали апостолы. В чине оглашения, подготовке к крещению есть такие слова. Они звучат так в русском переводе. «Став же у дверей внутри храма, священник спрашивает оглашаемого, то есть желающего креститься, кто ты? Тот отвечает, я желающий познать Бога истинного и ищущий спасения. Священник, зачем пришел ты ко святой церкви, оглашаемый, чтобы научиться от нее истинной вере и к ней присоединиться?» И вновь священник вопрошает, «Какую пользу надеешься ты получить от истинной веры?» А оглашаемый или крестные от лица оглашаемого говорят «жизнь вечную и блаженную». Таким образом мы обретаем жизнь вечную и блаженную, последовав за Христом. А Христа мы узнаем в церкви, которую Он создал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok